Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о крапиве что мы знаем о ней знаем обжигались многие в детстве как огня боялись не то что заросли а даже обыкновенного кустика крапивы не раз испытав на себе ее жгучий нрав она не красавица не пахнет как роза и не балует нас яркими лепестками но зато она с характером вы точно встречали ее на тропинке в лесу старого сарая возможно даже не раз убегали потирая обожженные ноги а особо шкодливым попадала крапивой за дело по попе так что с крапивой у большинства сложились отнюдь не дружеские отношения это вам не одуванчик она не просится в руки наоборот сразу дает понять кто тут главный жалит кусается защищает себя как может но за этим боевым нравом настоящая зеленая сокровищница многие скажут какая сокровищница обыкновенный сорняк зачем она нужна такая противная поэтому нам с крапивой обязательно нужно разобраться и поговорить о ней поподробнее где живет как растет и почему кусается и жжется и какая от крапивы польза сегодня мы с вами пройдем по крапивному следу от древности до наших дней от полей до лабораторий а кто боится пусть наденет перчатки ведь разговор пойдет о крапиве поехали давным-давно мир был другим не было гималаев такими какими мы их знаем не было людей и даже мамонты только-только собирались появиться леса были густыми влажными полными странных голосов древние птицы насекомые размером с ладонь а возможно и больше первые приматы карабкающиеся по деревьям и в этой тишине под лиственным пологом начиналась история крапивы поначалу еще один зеленый побег одной из тысяч безымянных растений растущих в тени она не выделялась ничем кроме одного она была уязвима каждый день по ее мягким листьям ползли голодные насекомые жуки гусеницы иногда ее срывали на обед мелкие травоядные она не могла убежать она не могла кричать но защищаться как-то надо сначала у нее появились волоски они помогали немного снизить аппетит насекомых но против крупных зверей были бессильны однажды у одного из кустов крапивы произошла случайная но судьбоносная мутация ее волоски стали тверже и ломче теперь когда животное пыталось есть лист они обламывались оставляя их в коже со временем в основании волосков начали формироваться специальные клетки мешочки заполненные едкой жидкостью муравьиная кислота самое узнаваемое вещество которое вызывает жжение и раздражение кожи гистамин расширяет капилляры вызывают зуд покраснение отек именно из-за него появляется сыпь ацетилхолин нейромедиатор усиливает передачу сигналы боли и активирует рецепторы кожи и серотонин да да гормон счастья но здесь он усиливает болевую чувствительность и сосудистую реакцию теперь когда волосок ломался он впрыскивал под кожу жертвы этот жгучий коктейль боль была мгновенной и запоминающийся животные быстро научились избегать крапиву вот так и родились жгучие волоски биологические иголки шприцы они стали ее оружием она стала жалящей пока другие растения тратили энергию на яркие цветочки для привлечения насекомых крапива вкладывалась в химию теперь любой кто решал ее укусить получал по заслугам не убивала нет но оставляла неприятное впечатление и этого было достаточно чтобы выжить шли миллионы лет континенты расходились климат менялся ледники приходили и таяли но крапива оставалась она приспосабливалась и не забывала размножение в евразии крапива двудомная обзавелась одной интересной чертой раздельно полыми растениями мужские и женские экземпляры как в животном мире зачем чтобы не опыляться самой собой и сохранить генетическое разнообразие так крапива стала еще умнее весной или в начале лета на мужских особях появляются тычиночные соцветия как тонкие нити женские растения выбрасывают свои пестичные метелочки готовые принять пыльцу ветер единственный курьер крапива не нуждается в пчелах она ветроопыляемая поэтому цветы у нее невзрачные не для красоты а для дела после опыления на женских растениях развиваются плоды крохотные орешки из которых осенью выпадают семена семена зимуют и могут прорасти весной если найдут подходящее место но это путь медленный ненадежные особенно в густой траве семя может не взойти может быть съедено может попасть не туда поэтому у крапивы есть секретное оружие со временем крапива совершила революцию под землей отказалась из стержневого корня и перешла на многолетние ползучие корневище это было гениально клонирование самого себя новые побеги вырастали из узлов корневищ создавая целые колонии запас питательных веществ даже если надземную часть съели или вытоптали корни сохраняли силы для нового роста она стала практически неуязвима выкопать все корневища почти невозможно они уходят на глубину до полутора метров и тянутся на метры в стороны двудомная крапива объединила эволюционный риск семена и гарантированный успех корневища семена дают разнообразие а корни надежность в природе редко встречаются растения настолько сбалансированы в своих стратегиях размножения крапиву разносил ветер птицы миграции животных крапива распространялась по земному шару да и человек ей со временем в этом помог одни ее потомки стали выше другие ниже где-то ее листья становились узкими где-то широкими появились виды с мягкими волосками где крапиве защита была не очень нужна а кое-где наоборот ожоги наносимые тропическими представителями особенно лапартеями могут даже привести к обмороку от шока и чувствуется в течение многих месяцев но есть в семействе крапивной еще более интересный вид это дендрокнит или гимпи-гимпи крупный кустарник известный своими чрезвычайно болезненными и продолжительными ожогами вызываемые нейротоксинами содержащимися в трихомах волосках капсулах он в основном представляет собой кусты которые вырастают до 3 метров с крупными сердцевидными темно-зелеными листьями зубчатыми краями которые могут вырасти до ширины более полуметра а плоды очень похожи на малинки но за такой малинкой лучше не тянуться даже малейшее прикосновение листа может вызвать мучительную боль сильная жгучая боль ощущается сразу затем усиливается достигая максимума через полчаса мало того что вы чувствуете боль в том месте где произошел ожог в течение примерно получаса ваши лимфатические узлы подмышками болезненно набухают и пульсируют и создается такое ощущение как будто их бьют палками хорошо что у нас в лесу пока таких не завезли как это часто бывает с инвазивными видами привезенными человеком так вот пошел в чащу в лес там где тебя не слышно и не видно сорвал такой вот лопушок и через несколько минут уже забыл зачем ходил а он будет напоминать снова и снова и не один день волоски могут оставаться на коже до 6 месяцев и повторно жалить если кожа раздражается или даже моется горячей или холодной водой причем почему токсин такой едки остается загадкой в нем обнаружены соединения вроде мороида гистамина ацетилхолина фарболов и еще не до конца изученные пептиды которые судя по всему вмешиваются в работу болевых рецепторов один из недавно открытых виновников боли гемпиетит мини белок способный вызвать долговременные патологические процессы в нервных тканях но такие экземпляры в семействе единичны в основном крапивные для человека не опасны а некоторые совсем безвредные само семейство не маленькая 60 родов и около тысячи видов а в роду крапивы видов около 50 но на самые известные распространенные мы посмотрим это крапива двудомная многолетнее растение высотой до полутора метров листья в него крупные зубчатые покрытые жгучими волосками растет она повсеместно в умеренном климате крапива жгучая однолетник она ниже двудомной но жжется сильнее народе ее называют жигалкой и она быстро исчезает при прополке у нее корневища не такие мощные крапива коноплевая у нее листья рассеченные как у конопли и они повыше вырастают до двух метров растет в сибири средней азии и на кавказе крапива шариконосная или римская крапива однолетник шаровидными соцветиями встречается в крыму на кавказе и средиземноморье крапива киевская любит влажные места поймы рек тенистые низинные болота и жгучесть у нее слабее чем у двудомной и не образует она больших зарослей вид редкий и даже занесен в красную книгу чего не скажешь о двудомной эта крапива распространена повсеместно евразия северная америка завезена в южную один из самых распространенных видов в умеренных широтах лесные опушки берега рек заброшенные участки сады огороды пустыри поляны везде ее можно встретить она неприхотлива но любит почвы богатой органикой влажные рыхлые особенно с высоким содержанием азота она быстро распространяется по участку и может вытеснять более деликатное растение на первый взгляд кажется что крапива в саду это сорняк и острые жгучие волоски жалят руки она заполняет грядки лезет под яблони обвивает компост и кажется что ее задача просто захватить территорию но для опытного садовода она союзник просто немного дерзкий во-первых крапива это отличный показатель плодородия почвы если она растет буйно и пышно значит в земле достаточно азота и органики там где крапива чувствует себя хорошо можно с уверенностью выращивать капусту тыквы картофель и томаты они тоже любят такие условия во вторых крапива один из лучших компонентов для зеленого удобрения если замочить ее в воде на несколько дней получится густой жгучий благоухающий концентрат крапивная жижа которая можно поливать растения для стимуляции роста она богата азотом железом и микроэлементами и действует как природный энергетик для грядок кроме того крапива надежная помощница в компосте она ускоряет разложение органики особенно если добавить ее в кучу вместе с другими сорняками при этом она не просто перегнивает она делится питательными веществами с будущей почвой и это еще не все настой крапивы помогает отпугивать вредители особенно тлю и паутиного клеща а на участке где растет крапива часто можно встретить божьих коровок журчалок и других насекомых хищников которые поедают вредных букашек но конечно с ней нужно уметь обращаться если дать крапиве волю она быстро займет все пространство ю мощные корневища ползут под землей выпуская новые побеги и вытесняют нежные растения поэтому многие садоводы ее контролируют оставляют специально отведенном месте вдоль заборов у компостной кучи на краю участка некоторые даже высаживают ее в больших горшках или бочках чтобы пользоваться пользой без риска захвата да и это еще что кто не знал крапива это настоящий кладезь пользы практически зеленая аптека в огороде в ее листьях содержится высокая концентрация витаминов а c к и группы b а также железо кальций калий кремний флавоноиды и хлорофилл благодаря такому составу крапива с давних времен используется в народной медицине для остановки кровотечения укрепления сосудов стимуляции обмена веществ и в качестве общеукрепляющего средства настой из листьев применяют при анемии артритах кожных заболеваниях и весеннем о витаминозе волокна крапивы используются для изготовления тканей с давних времен из стебли этого растения раньше делали канаты веревки и грубую пряжу некоторые модельеры пользуясь новыми технологиями делают из крапивной пряжи модную одежду и сейчас в некоторых странах востока из крапивы получают хорошие сорта бумаги до недавнего времени корягские охотники ловили рыбу сетями из крапивных волокон а из листьев крапивы получают хлорофилл зеленый краситель для парфюмерной фармацептической и пищевой промышленности а из корней желтые и коричневые красители в кулинарии крапиву использовали еще в древние времена с ранней весны до глубокой осени она служит ценной добавкой к пище ведь по питательной ценности крапива не уступает бобовым культурам из крапивы готовят закуски первые и вторые блюда приправы соусы кондитерские изделия напитки и еще много вкусного и полезного листья крапивы кладут супы и яичницы салаты омлеты и другие блюда она жжет но лечит захватывает но обогащает раздражает но в итоге оказывается очень полезно ее можно вырвать но она снова вырастет ее можно проклинать а потом благодарить за здоровье урожай удобрения и защиту садоводы знахари ботаники и даже повара давно поняли с крапивой не нужно бороться с ней нужно договориться и она ответить взаимностью в мире где так много искусственного крапива остается живым символом устойчивости и природной силы если вы когда-нибудь снова обожжетесь о крапиву остановитесь на секунду и улыбнитесь потому что перед вами не враг а старая добрая учительница которая просто напомнила природа сильнее чем кажется что для кого-то крапива и сорняк но с характером и полноправный участник жизни на нашей земле смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами канал планета земля 6 Субтитры создавал DimaTorzok